Я попытаюсь коротко очень рассказать обо всем, чтобы не получился слишком длинный ролик, так как я записываю его с телефона и боюсь, что большой ролик не загрузится. Итак, произошло все 26 февраля в шведском городе Йевле, в котором я проживал последние три месяца. Приблизительно с часу до двух в этом промежутке, может чуть раньше, я спал в своей квартире, в своей спальне и я проснулся от мощных ударов по голове. Когда я отрыл глаза, на мне сидел человек с таким злым выражением лица, он мычал и очень интенсивно наносил удары чем-то железным мне по голове. Я на тот момент не видел, что это молоток или что, я не знаю, у меня, вы представляете, этот шок, когда я, причем я спал очень крепко в этот момент, я был в глубоком сне. И вот я проснулся и эти мощные удары по голове, которые меня, ну по сути я был в таком предоборочном состоянии. Я не знаю, почему он начал сходу меня бить, он бы мог меня просто разбудить и я бы умер, наверное, от остановки сердца в этот момент. Вы представляете это состояние? Проснуться в своей спальне и рядом с тобой стоит посторонний человек, держа в руках молоток. Я думаю, этого зрелища просто достаточно, чтобы умереть. А он сидел на мне верхом и очень интенсивно наносил мне удары, как потом оказалось молотком. Я, может быть, я ошибусь, потому что эти события, они в моей памяти очень, очень такие туманные. Я не помню, наверное, 50% из того, что происходило. Но насколько я могу сейчас вспомнить и проанализировав свои раны, я думаю, что он был левшой, потому что основные удары пришлись мне на правую сторону. И вообще первые ощущения были такие, что еще кто-то меня бьет с правой стороны. Потом только я понял, что это он меня бил. Он был в черных перчатках кожаных, в такой плотной такой военной куртке, ну, типа военной бывает, которую было тяжело схватить. Она из такого грубого материала была в джинсах и таких больших рыжих ботинках. В общем, он наносил мне эти удары, я, я, разумеется, начал как-то пытаться там защищаться, уворачиваться, что ли. Но я получил очень мощные удары по голове, были серьезные рассечения, я сразу же стал терять много крови. От каждого его удара у меня во рту был такой привкус железа. В какой-то момент, я не знаю, сколько мы вот так, я лежал под ним там и пытался сопротивляться, не знаю, сколько это длилось. Но я помню, что в какой-то момент я схватил его за волосы левой рукой и засунул свой правый большой палец, большой палец правой руки, засунул ему в глаз. И скинул его с себя таким образом. У меня не было вообще сил, чтобы с ним бороться, чтобы с него, чтобы нанести удар. Я не мог нанести какой-то поражающий его удар, не было просто силы. Я был на пороге отключения. Но вот бороть его у меня получалось. И сначала вся эта борьба шла на кровати. Я залазил на него сверху, я видел, как моя кровь стекает на его лицо, как она попадает ему в рот. Он пытался ее выплюнуть, он ее глотал. Очень много было моей крови там. Кстати, в основном в комнате это моя кровь. Потом только, в конце только там появилась его кровь. И, в общем, с таким переменным успехом мы с ним на этой кровати боролись. Я не мог его удержать. У меня вообще не было сил. Вообще. И он постоянно под меня вылазил. Мне снова приходилось как-то так жалея на него нависал. Я его борол. Просто за счет того, что он в первые минуты боя очень серьезно выглажился, интенсивность нанесения ударов, он из-за этого выдохся. И он очень сильно устал. В какой-то момент мы с ним упали с кровати. Он опять оказался подо мной. Но я не смог его удержать. Он стал вставать. Я унес его как-то под себя. Его голова была у меня в захвате. Я держал его в шею. И когда я попытался взять его на удушение, я не смог даже взять свои руки в захват. У меня вообще не было сил. И он, естественно, выбрался. Он, наоборот, меня под себя начал уносить. И вот этот момент... Вообще, чтобы вы понимали, все это время он не говорил ни слова мне. И я не говорил ни слова ему. Мы вообще не разговаривали. Он просто мычал, а я просто взывал к Аллаху. Я не помню, делал я это вслух громко, тихо, или это было про себя. Я думаю, что я это делал громко, мне кажется. Я только лишь взывал к Аллаху. И вот этот момент, когда мы уже были на полу, он понес меня под себя. И в этот момент я увидел перед собой, прямо перед моей головой, лежал молоток. Этот молоток, он был его молоток. Он упал у него. Я не знаю, в процессе боя как-то, видимо, удалось его выбить. Это был такой момент, когда я вспомнил историю Ибраима, когда Аллах, когда Ибраиму было велено принести жертву своего сына. И когда у него не получалось это сделать, Аллах даровал ему ягненка. Сказал, вот Ибраим, принеси в жертву ягненка. Вот так же Аллах подал мне этот молоток и сказал, Тумсо, возьми этот молоток, нанеси удар. Я взял этот молоток. Это, Субханаллах, это такой момент, когда ты не просто веришь, в помощь от Аллаха, когда ты не просто ее чувствуешь, когда ты ее видишь своими глазами. Это просто непередаваемые чувства. Я понимаю всех тех людей, которые рассуждают с точки зрения логики, каких-то законов физики об этом и говорят, не может быть. Нельзя прийти к спящему человеку, ударить его молотком по голове, и чтобы он после этого еще сопротивлялся и кого-то обезвреживал. Действительно, вы правы, нельзя. И никогда в жизни это не поймет человек неверующий. Никогда в своей жизни. Это тот момент, когда дуа притесненного принимается. Дуа матери за своего сына принимается. Дуа тысяч мусульман. Тысяч мусульман. Оно не... Это все не остается без ответа, понимаете? Это была явная помощь Всевышнего Аллаха. Нет другого объяснения этому. Я взял этот молоток, и у меня не было сил нанести удар молотком стоя. То есть, мы с ним не на ногах стоим, а как бы на коленях, но я не мог ему нанести. У меня не было сил даже вот этот молоток ударить его им. Я, держа в руках этот молоток, я снова пошел с ним в борьбу. Я... Опять мне удалось его повалить под себя. Я залез на него сверху, сел ему на живот и стал наносить удары молотком по голове. Тупой стороной молотка. Я пытался его вырубить. У меня не было в этот момент никакой мысли о том, чтобы его убить. Я именно целенаправленно пытался его вырубить, чтобы... чтобы вывезти его из сознания и вызвать полицию. Все, что мне нужно было. Я не хотел его смерти. Я хотел, чтобы он... чтобы он остался жив. Я начал наносить ему удары тупой стороной молотка по голове, но я не мог нанести сильный удар, чтобы его вырубить. У меня не было сил. Я еле держался. Еле-еле. Я держался в сознании. Я на тот момент потерял уже много крови. И... он сначала защищался, даже пытался как-то снизу ответные удары наносить. Но в какой-то момент он назвал меня по имени и сказал Тумсо, не бей. Я все расскажу. Не бей Тумсо, я все расскажу. Он... Он стал умолять меня его не бить. Я, конечно же, прекратил его бить в этот момент. После этого я сказал ему перевернуться на живот и выдвинуть руки над головой. Он сказал, что он не может поднять руки. Я помог ему поднять руки. На нем оставалась одна перчатка. На одной из рук я снял с него эту перчатку. Я сказал ему снять, он мне, наверное, не может. Я помог ему, снял с него эту перчатку. Затем я такой легкий обыск сделал. Я думал, нет ли у него там еще оружия. Я ничего у него больше не нашел. После этого я добрался до своего телефона. Он был с другой стороны кровати. Взял телефон. Я сразу позвонил своему товарищу. Сказал ему срочно вызвать полицию и приехать. Я не знаю, это был... Был ли это звонок, или это было сообщение в Телеграме. Я не помню сейчас этих моментов всех. Затем... Ну, я точно знаю, что это было сделано посредством Телеграма. Затем я запустил лайв в Инстаграме. После этого, может быть... Я, кстати, на тот момент был ну... В нижнем белье, да? Я спал. Я извиняюсь за эти подробности, да? Я... Но я был в трусах. То есть, это вся борьба шла. Он был одет, а я был в трусах. И... Я не знаю, может, после этого лайва я оделся, одел штаны, там, футболку. Может, еще после. Я не помню этих подробностей, но... Я знаю, что я увидел скотч у себя на комоде. Я взял этот скотч, завязал ему руки сзади. Завязать их было очень тяжело, так как и его руки были в крови, мои руки были в крови, скотч не лип к ним. Я вот как-то натяп-ляп там эти руки его зафиксировал. Но на самом деле, если бы у него были бы силы, он просто вырвался бы с легкостью. Затем я сделал еще один ролик в Телеграм и записал еще аудиофайл в Телеграм-канал. Но, как оказалось, они не опубликовались, к сожалению. Возможно, возможно, мы их еще увидим, да. Но пока они, к сожалению, я не имею к ним доступа. после этого, я не знаю, прибыл мой товарищ вместе с полицией или он, может, до них прибыл. Я не помню этих подробностей. Я уже был в очень плохом состоянии на тот момент. я помню, что уже была полиция в квартире и я помню, что они развязали ему руки и я им сказал, что это киллер и он опасен. На что они мне ответили, что он сейчас не в лучшей форме. Я помню, как у меня был стакан воды, как потом оказалось, мне дал его мой товарищ. Я пил воду и прямо передо мной приехала скорая и увезла киллера. Для меня это было удивление, потому что помощь они решили оказать в первую очередь киллеру, а не мне. Но затем нам пришлось еще какое-то время подождать. Приехала вторая скорая и тогда уже меня вывезли. И вы в инстаграме видели этот ролик на улице, снятый, как меня сажают в машину в амбуланс. Затем меня доставили в больницу. В больнице провели осмотр. Предварительно сделали рентген, КТ, что-то такое. Проверили внутренние органы. Затем зашили мне голову, губу. Губа тоже была рассечена. Он меня бил не только тупой стороной этого молотка, но и острый. Губа была порезана в острой стороне, прям ровный такой порез. Зашили голову где-то, не знаю, в четырех, по-моему, местах зашита у меня голова сверху. Вообще огромные такие ранения в волосах. И после этого на меня надели наручники и отвезли меня в полицейский участок. В полицейском участке мне предъявили подозрение в попытке причинения вреда здоровью. Затем меня доставили в полицейский участок, где меня доставили в тюрьму, в СИЗО. Где я провел трое суток в полной изоляции и в одиночной камере. Мне не разрешили даже один звонок родным. Никто не узнал, где я нахожусь, кроме адвоката. На следующий день мне официально было предъявлено обвинение уже в попытке покушения на убийство. прокурор. уже после первого же допроса прокурор поменял свое мнение и спустя трое суток полностью обвинения с меня были сняты. Сейчас я нахожусь в статусе потерпевшего в этом главном деле. Это все, что я знаю об этой истории. Я понимаю, что очень много вопросов, как киллер узнал мой адрес, как он вообще оказался в моей спальне. Кстати говоря, дверь не была сломана, замок был на месте, то есть дверь была открыта. Очень много вопросов в этом деле. Я могу сказать лишь одно. Подготовка, организация этого покушения, она профессиональная, там работали профессионалы. Они учли все, мой график моего сна, мои передвижения, мой адрес, все, все они учли. Они не учли только лишь одно. Это предопределение Всевышнего Аллаха. Это помощь от Аллаха. Они этого не учли. Они не учли, что тот, кому помогает Всевышний Аллах, против него бесполезна даже армия. Их могло бы быть там сто человек в моей спальне, но если мне помог Всевышний Аллах, то они все были бы бессильны, и они бы все там проиграли. Поэтому я по предопределению Всевышнего Аллаха, по Его милости я остался жив. Не оттого, что я так крут, я не боец, я не обладаю какими-то суперспособностями обезвреживать людей. Нет, нет во мне этого всего. Это была просто помощь Всевышнего Аллаха, это была Его воля. Возможно, в этот день, может быть, в этот день мне было предопределено умереть, но Всевышний Аллах ответил на мою дуа, на дуа моей матери, на дуа всех тех моих братьев и сестр, которые переживают за меня. И, возможно, Всевышний Аллах отсрочил мою смерть. Вполне невозможно. Мы не знаем этого. Как бы там ни было, я не умер, я остался жив, киллер задержан. И я надеюсь, что сейчас правоохранительные органы Швеции проведут тщательное расследование этого покушения. И я благодарю всех, кто за меня переживал, всех тех людей, кто писал, кто беспокоился, пусть Аллах воздаст благам каждому. В ближайшее время я, иншаллах, продолжу свою работу. Сейчас, как вы понимаете, все мои вещи все изъято, это все арестовано, квартира опечатана, поэтому пока я не имею своей техники. Но, иншаллах, скоро все моя работа возобновится. И мы продолжим с еще более интенсивностью разоблачать этих преступников. Как оказалось, 26 февраля, это оказывается день рождения Давудова, человек, который объявлял мне кровную месть, по всей видимости, он решил таким образом преподнести себе подарок, ну и своему падишаху, видимо, но подарок не удалось. поэтому я хочу сказать Давудову, Кадыгрову, всем вам. Киллер, которого вы прислали с молотком, вы видели, что его постигло. Там за кадром еще осталось то, как я на него помочился. Шучу. А может и не шучу. В общем, в следующий раз, прежде чем присылать ко мне киллера, хорошо подумайте об этом, Давудов. И в заключение я хочу сказать пару слов на чеченском языке. А жау бой на велан а а чечен аш хава и тан вол кин лир вы давудов. А жау ю и тихай велан полиция на вел ром. Ху на юл ром давудов. Ху на юл рю хап чана юл хап чана юл ром. Хап чана юл вогач кин адой гелган ху лу через Исраилова один вел ца ху на юл ю ху цани дарвана хап чана юл ром инш а ллах инш а ллах и вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Вассаламу алейкум му рахмат Аллахи в баракату.